МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Курицу, цыпленок табака. Селедка под шубой, гранатовый браслет и корейский салат. Оливье, курица, шампанское. Шампанское, понятно, и фрукты. Ананас. Как-то вот 31-й встречаем с традиционными блюдами, которые во всех советских фильмах, да, оливье, холоде, судьбы. Да, жиле, кстати, делаем, бывает, но сладкое на Новый год. Традиция – это замечательно, но новогодние праздники хороши тем, что можно познакомиться и с национальными блюдами наших соседей. Пообщавшись с гостями гум-ярмарки, которая раскинулась на главной площади Москвы, мы узнали, какие национальные восточные блюда все же появляются у них на праздничном столе. Как оказалось, у москвичей гостей столицы есть одно популярное восточное блюдо, которое чаще всего оказывается главным в их застолье. Плов. Плов готовлю я. Не друзья. Плов готовлю я. Я люблю готовить. Я готовлю плов. Муж готовит шашлыки, делает различные маринады. Я делаю различные соусы. Плов мы его так готовим, ну, жена готовит, и мы кушаем. Там делаем морковку по-корейски. Это восточное блюдо. Корея, да. Азиатское, да. Ну, а так, там, очень любим плов всей семьей. И маленькая дочь, и сын, и мы. Может быть, плов будет в этом году. Кстати, да, мы купили себе казан, и в этом году, скорее всего, приготовим плов. Вот из восточного, наверное, это все максимум восточности. Лаваш. Восточное? Не думаю. Восточное, да? Все, значит, лаваш. Чай со специального восточного чайничка. Все. Вот как-то так. Кроме плова, москвичи назвали и другие интересные, даже забавные блюда, которые они любят готовить и кушать в большой дружной компании. Супчик, все. Да-да-да, это очень вкусно и аппетитно. Ну, долма готовят много. Новый год. Борщ, может быть, да. Борщ. Да, может быть, на завтрак каша сделаем. Я люблю кашу. Она такая вкусная. Именно восточная еда, я считаю. Лаваш, монтей. Ну, самса обязательно, конечно. Пирай мячи, учпычмак делаем обязательно. Бялиш, лак бялиш делаем. Стараемся, стараемся все сами. Очень интересно всегда новые традиции, новые вкусы, новые блюда. И все новое в новом году. Для этого он новый. Согласимся с этим мнением. В новом году надо обязательно попробовать что-то новое. Особенно, если речь идет о еде. Время еще есть удивить своих гостей, пересмотрев праздничное меню и добавив в него вкусные восточные блюда.